мир вам и доброе время суток с вами программа тема дня на канале it on tv и у нас сейчас в гостях по skype антрополог автор соавтор книги опасные советские вещи александра архипова ну мне кажется что это как это одна из моих любимых книг и мне кажется это вообще лучшее в жанре нон-фикшн что вышло с начала этого тысячелетия на русском языке вопрос про нынешняя антропологию антропологии нынешней спецоперации а можно ли сказать что вот это те самые опасные советские вещи сохранившиеся сегодня стреляют по украине ну вы используете метафору но действительно сейчас если вы имеете ввиду такой советский рессентимент то он очень сильно силен в россии и как можно заметить не было никакой идеологии вторжение в украину но сейчас она появляется бабушка под красным флагом во время 9 мая очень многие люди выходили с красным флагом вот это вот как бы идея мы вернем счастливый советский союз она как бы при присутствует во всей этой отвратительной истории ну и если уж вы заговорили о книжке опасные советские вещи я кратко скажу что она посвящена слухам и разных отравленных вещах почему не были так популярны в советское время сейчас военное время не могу себе представить что я снова это говорю все эти слухи вернулись к нам и люди рассказывают реальная история о том что вот украинские диверсанты отравляют наших детей пойман украинский диверсант с тортиком рашен разбрасывают бытовые предметы в которых мини-бомбы украинские дети скармливают русским детям конфеты отравленные прочее прочее прочую чушь но эти истории и они как бы является основой для для людей которые примкнули к партии войны это такой способ объяснить почему надо воевать с украиной двух никакого нормального способа объяснить этого нет и тут бац на нам на помощь приходят слухи в которых украинские дети отравляют украинских детей и этот аргумент вот почему надо с украины воевать и внезапно эти слухи сейчас снова появились они прямо распространяются с космической скоростью с некоторым ужасом смотрю на это и стоя стали последним аргументом который прибит которым прибегают люди что объяснить что происходит вопрос про армию вот когда я прибыл в израиль у меня одна из первых вещей который меня удивило это то что люди чувствуют себя спокойнее когда на улице находятся солдаты с оружием ну просто ощущение большего спокойствия солдат с оружием идет так далее а я помню по советской армии который я имел честь служить подмосковье что когда мы выходили в увольнение у нас во первых оружие отбирали у кого было а во вторых люди которые видели нас этот на улице они нас побаивали шугались как говорится и опять таки есть брать военные ритуалы военный фольклор советской армии были было распространено что вот новичков которые только приехали их надо ограбить только по приехавших этот из из дома и грабили всю дорогу и это опять-таки если что-то находится рядом солдатами то надо запирать потому что солдаты все ограбят связано ли вот с этими ритуалами советской армии то что нынешняя российская армия так подвержена мародерство что не так распространено магодерство смотрите советской армии действий был очень велик уровень насилия и в том числе и известная всем дедовщина и советская армия проецировала насилие как и любая закрытая группа как и тюрьма соответственно это насилие она сохранился сейчас относили распространено в российской культуре ну там не знаю разгвардия которая сейчас присутствует в украине которая была в буче разгвардия била людей на митингах и они это делали вполне осознанно пошла за под камеры и они знали что они за это не наказуем что за это не будут наказывать что они анонимны никто не будет их деанонимизировать и они им не последует наказание известны к истории про конвейерные пытки в тюрьме опять же в син как бы не не получил за это то наказание которое заслуживал и многие такие примеры показывать что насилие в российских службах армии полиции она существовала за нее годами не наказывали и люди чувствовали себя абсолютно ненаказуемы а дальше они оказываются в ситуации войны в ситуации когда их могут по-настоящему убить и это вызывает чудовищную агрессию а ощущение что за насилие нам никогда раньше не прилетала и сейчас не прилетит только только усиливают вот это вот желание агрессии желание растоптать измазать все разными субстанциями написать что их на стене изнасиловать и украсть так что это как бы в сухом остатке это не родилось ниоткуда это тот процесс который уже существовал в россии да я имея имею ввиду что этот солдат процесс который дает от советской армии это необязательно процессов постоянные в армии и других армиях допустим за него наказывают очень сильно ну еще раз говорю что в нашей стране последние несколько лет очень сильно провоцировалось насилие по отношению гражданским за него не наказывали это был насилие ради ради насилия и дальше она мультиплицировалась им это видео в украине можно ли сказать что российские войска так ведут себя по отношению к украинскому населению что они считают его своим но им очень сильно объяснили что это не не свои и влюблен на любой войне любой такой тяжелой ситуации люди начинают ассоциировать себя с некоторой маленькой группе своих а вот вокруг окружают опасные чужие с этими опасными чужими можно делать в принципе все что угодно и можно забирать у них все что угодно можно дело с ними все что угодно это к сожалению принцип войны так устроена такой довольно примитивное человеческое мышление ситуация стресса люди как бы на эту стадию возвращаются но если бы спецоперация была бы в одной из областей российской федерации вы читаете они вели себя по-другому я как бы мой ответ будет непопулярен но я думаю что если бы дело происходило в условном воронеже разница было бы не очень много я видела как разговор дева себя чувствует подтверждаю на митингах как они избивали людей как они над ними издеваются как сейчас издеваются над теми кто задержан на антивоенных выступлениях но это именно то что я говорю что они ведут себя так не потому что они считают их чужими накладывается разрешение так себя вести и пропаганда про то что в украине сплошные нацисты понимаете как бы тут это такой слоеный пирог выдан человеку который совершает вот его мозгу выдан некоторый слоеный пирог и каждый слой в этом пироге разрешает тебе все больше и больше агрессия а вы сейчас занимаетесь исследованиями ну такие можно сказать этот актуальными я не знаю насколько их можно знать полевыми актуальными исследованиями того что приходится связанными с войной как вот сейчас рождаются на войне страшные истории в духе вашей книжки и зачем они нужны какова их функция людям постоянно надо объяснять наш мозг с вами он так вот ребенок любит сладкое наш мозг любит объяснение мозгу надо объяснить нужно найти объяснение что происходит та война которая сейчас происходит она абсолютно безумно и нелогично и люди пытаются найти самые разные объяснения какие еще уже говорила никакой идеологической как бы под основу этому не было сделано явно был расчет на какой-то быстрый блицкрик на папе победное шествие и уничтожение каких-то нацистов а когда этого не произошло вот никакой другой внятной идеологии приложены не было и люди пытаются выстроить себе объяснение почему там воюем и тут вот эти вот все истории про то что существуют опасные враги которые отравляют еду угрожают нашим детям начинают массово распространяться надо сказать что российские государственные каналы тип риан новости прямо вложились в эту историю и публикуют статью за про опасных диверсантах которые пытались там отравить какие-то тортики рашен про опасных диверсантов которые заразили туберкулезом что-то и что-то это и такие истории только провоцируют народные слухи которые распространяются по родительским и домовым чатам в которых люди рассказывают ну вот смотрите ну а как нам не воевать украине в украине они убивают наших детей то есть слухи являются сейчас последним аргументом позволяющим как бы объяснить что происходит почему вообще довольно надо вести а чем дольше война затягивается тем больше потерь тем больше как бы усилий приходится в это вкладывать и как бы тем больше объяснений надо предъявлять поэтому те слухи которых начале войны не было внезапно появились сейчас и стали невероятно популярны а эти слухи а в том числе the необходимый для оправдания войны как вы говорите но у вас бы в ваших исследованиях есть целый разбор ключевых фраз которые необходимы для оправдания войны которые люди делают но в том числе для самозащиты для самооправдания дай такие тоже люди такие фразы тоже люди говорят люди могут говорить например такой целый набор клише что мы люди маленькие на верху не дураки сидят а что я могу сделать путину виднее эти фразы которые как бы изымают человека в дискуссии из позиции чека решающих я не так однозначно помещает его как бы в такую цепочку то есть это такие такие клише которые позволяют как-то выстраивать свою позицию в ненаходимости и не парень и не принятие решений и людей которые на самом деле не хотят принимать никаких решений по поводу военных в россии довольно много который пытается самоустраниться вот я хочу на дачу копать картошку отстаньте от меня аж вот эти фразы они новые или то есть можно гали говорить что возникает свой новояз этой спецоперации существенно как бы новояз напомню этот термин который орл в сорок восьмом году он книги 384 год он был и до до вторжения в украину но сейчас прямо полным полным ходом идет его развитие но самый блистательный пример это собственно говоря термин спецоперация вместо слова война это разного рода юридические термины например высвобождение вместо увольнения чиновники стали так из говорить потому что плохо говорить увольнение чтобы не происходило какого-то негативного впечатления поэтому они говорят высвобождение произошло высвобождение 5000 сотрудников завода это их уволили если что так например появились разные военные термины которые тоже стали частью этого новояза губернатор губернатор белгородской области регулярно говорит про прилеты по такой-то деревне прилетела это ее бомбили как бы там туда попал снаряд но он использует конструкцию прилетела все вот эти вот конструкции они разного происхождения могут быть но их задача как бы смесь смягчить негативное впечатление создать ощущение что на самом деле все не так уж страшно и этот новая стремительно развивается и там каждый день появляется все новые новые прекрасные примеры какое последнее слово или выражение этого новояза вы узнали ну вот последнее то что сейчас очень распространяется как раз прилетела на и прилет значение бомбежка а если вопросов ну вы исследовать в том числе фольклор какая какие опять таки последние или удачные шутки спецоперационные вам это вас поразили по заинтересовали ой знаете как бы что называется не до шуток волна шуток сейчас немножко спала как бы их стало значительно меньше но вот когда сейчас бурно обсуждается вопрос в кавычках присоединения херсонской области к россии и там то ли будет референдум то ли не будет референдумом от венка заявила что никто на них смысле на жителей херсонской области не давит никто на них никто их мнение не формирует сразу возникла шутка что финляндия заявила что граждане ленобласти могут сами решить вопрос о своем присоединении к финляндии никто на них не давит их мнение никто не формирует да это хороша шутка но вы у тебя в telegram канале есть кстати хотите прям прорекламируйте и в своем фейсбуке время времени выставляете картинки там типа места для инвалидов и беременных места для вернувшихся из украины и тех которые еще нарожают эти кто посылает эти картинки я я с коллегами делаю базу антивоенного антивоенных граффити антивоенного сопротивления ситуации тотальной цензуры в россии сейчас запреты сниз и запрета возможности высказываться люди прибегают к единственному способ протеста который только возможно им и мы как бы это вот такой олдскульный протест внезапно на улице российских городов появляется гигантское количество разного рода антивоенных стикеров граффити и разного рода хитрых высказываний одно из моих самых любимых это например 4 балерины намекающие на лебединое озеро который намекает понятно на что но это в этот в первых дней войны буквально да 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 и вот мы собираем и вот мы собираем подобного рода фотографии делаем из них базу данных антивоенных граффити вот то что вы рассказываете это некоторые художник в москве подменил стикеры в метро который обычно такие стикеры социальной рекламы на которых написано места для инвалидов и женщины и женщин с детьми на этом стикере теперь написано тем же самым шрифтом места для вернувшихся с украины изображен инвалид и матерей нарожающих еще и мне кажется это очень важный тип такого современного антивоенного высказывания когда он вторгается в официальное пространство это не просто лозунг нет войне их очень быстро срывают и закрашивают а это именно подмена официального высказывания своим внешне очень похожим который запоминается и запоминается надолго всем кто его увидел да если ты его уже увидел один раз ты вы не можешь развидеть а то что это контрпослание на этом вторжение в официальное пространство позволяет ему дольше дольше просуществовать у вас в одной из публикаций был такой термин семиотические партизаны да что и что это такое и как партизанить можете научить ну как сказать я теоретика не практик термин семиотические партизаны вел мой любимый писатель и уберто эко в 1964 году когда говорил о том что наступит период когда будет такая информационная диктатура и сильные будут контролировать все сигналы единственный способ для людей протестовать это будет менять как бы полученный сигнал и вот эта вот история со стикером метро которым или кодировать на языке структурализма да да и этот сигнал который мы сейчас с вами стикер которым обсуждал это ровно она есть семиотический партизан этот человек который не просто оставляет там плакат нет войне тот который берет официальное высказывание и как-то его меняет например официально билборда на которых написано там наши деды воевали за победу вот которые появились где-то мая везде в россии и подпись под ними по ночам люди оставляют они воевали не за это вот это классическое действие семиотического партизана у вас в телеграм-канале я прочитал сегодня историю о том как милиционеру подошла бабушка и сказал арестуйте вот этого молодого человека потому что у него этот на надпись я не хочу войны милиционер спросил а ты что хочешь войны она сказала нет ну тогда иди дальше в принципе милиционеры тоже вы и и ваши публикации к других видно что если у них нету специального приказа они подобрать то есть от души не хотят в этом участвовать а вопрос как гражданин российской федерации может отстраниться сегодня от участия в этом ну бесовстве но многие люди которые не чувствую себя маленьким людьми которые не могут ничего ни на что повлиять они пытаются как бы отстраниться максимальный прибегают к разным таким пассивным практикам сопротивления например ребенок заболеет на все майские праздники чтобы не участвовать во всех этих ритуалах выстраивание буквы z мы как бы там школе заставили детей писать антивоенные в школе заставили детей писать письма на фронт в армию в украину отлично мы напишем и вложим в этот пись в этот конверт антивоенное послание люди например делают значки нет войне на татарском чувашском и других языках потому что никто не может прочитать в москве возле винзавода появились граффити написано на китайском это я нашим чек не знал китайском про зал словарь и перевел там написано мир нет войне но китайскими иероглифами это все способ с одной стороны привлечь внимание с другой стороны скрыть как бы себя и вот я протестую но я делаю так что мне не арестовали у меня двое детей у меня пожилая мама не могу себе позволить сидеть 30 дней в тюрьме или платить большой штраф или попасть под уголовное дело но я все равно хочу протестовать поэтому я ношу я нашу значок нет войны на на татарском или одеваю голубые джинсы и желтую рубашку и надеюсь что так мне это про и спустят таких людей очень много большое спасибо вам за эту беседу я последняя чтобы вы могли предложить людям которые находятся внутри россии за пределами россии и которые просто хотя хотели бы уменьшить вот этот накал или как-то поучаствовать в этом но посильно что что как может чтобы вы им посоветовали сделать я не знаю сейчас реально кошмарное время и всем реально очень трудно наверное как бы выдохнуть успокоиться и стараться помогать окружающим и я это говорю не просто так многое исследование которое показывает что если у тебя как бы усиливается чувство эмпатии ты помогает другим людей людям то тебе потом становится лучше даже на химическом уровне поэтому больше это единственное что нам остается спасибо александр архива я для тебя кстати к и для своих близких пришел что надо помогать украинским беженцам это этот точность то что я могу могу сделать у себя на месте да это очень правильно и душеспасительно спасибо антрополог александр архипова с вами была программа тема дня на канале это он тв я ее ведущий давид эдерман до свидания а